Мартин Лютер Во время очередного посещения университетской библиотеки ему в руки таки попалась Библия, которая после прочтения перевернула внутренний мир впечатлительного Лютера с ног на голову. После окончания университета Мартин совершил поступок, неожиданный для всех и в первую очередь для его родителей. Он решил отказаться от мирской жизни и посвятить себя служению Богу. Римская католическая церковь уже, скажем так, находится в далеко не едином состоянии. То есть уже есть попытки убрать из ее учения все, что появилось в результате политических или конъюнктурных действий римских епископов, собственно, после Великого Раскола. Это и попытки Савнаролы, это и попытки, соответственно, Джона Вейклифа, это и попытки Яна Гуса добиться права переводить Библию на национальные языки. Пребывая в статусе священника, Лютер продолжал и дальше учиться и развиваться. В 1508 он получил рекомендацию от генерального викария и стал преподавателем в Виттенбергском университете. В 1511 Мартин побывал в Риме, куда был отправлен представителями священного ордена. Там он впервые открыл для себя противоречивые факты в католицизме. Несмотря на то, что вся жизнь Мартина Лютера была посвящена служению Богу, он постоянно считал себя грешным и несовершенным в своих деяниях перед лицом Всевышнего. Душевные муки привели богослова к переосмыслению духовного мира и к началу реформации. В 1518 Лютер раскритиковал вышедшую папскую булу. Он полностью разочаровался в католицизме. Следом Мартин пишет свои 95 тезисов, разбивающие в прах учения римской церкви. Он утверждал, что духовенство не должно влиять на государство, ровно как и выступать посредником между Богом и человеком. Лютер протестовал против безбрачия представителей духовенства, которое было принято декретами папы. С подобными реформаторскими действиями церковь сталкивалась и раньше. Но до Лютера никто так категорично и смело не высказывал свою позицию. Более того, Римская Церковь уже пережила на тот момент так называемую Великую Схизму, то есть Великий Раскол, когда в результате противодействия в конклаве итальянских и французских кардиналов были одновременно выбраны два римских понтифика. То есть, собственно, у мира Римской католической церкви оказалось два папы. Римская католическая церковь собирает собор с целью одного из пап упразднить, определить, кто же главный папа. Результатом становится то, что они на этом соборе выбирают третьего. Соответственно, и вот в этой вот запредельной, скажем так, запредельном сюрреализме Мартин Лютер предлагает новое вероучение, даже не новое вероучение, а, скажем так, очистку старого вероучения. Не хотел он делать явно новую религию, так получилось. Тезисы смелого богослова достаточно быстро стали популярными, и о новом течении узнал и сам папа Римский. В 1519 году он позвал Лютера к себе на суд. Мартин проявил упрямство и не поехал в Рим, после чего, по указанию понтифика, его предали анафеме, то есть отлучили от святых таинств. Но это лишь подстрекало богослова бороться с неверным толкованием Библии и дальше. В 1520-м Лютер при народе сжег папскую буллу и призвал всех бороться с засилием папских законов. Результатом его деятельности стало признание Лютера еретиком. И только благодаря помощи сторонников лютеранства ему удалось спастись от расправы. Они инсценировали его похищение. В 1529-м общество официально приняло протестантизм Лютера, который стал одним из направлений католицизма. Но спустя некоторое время его приверженцы разделились на два лагеря – кальвинизм и лютеранство. Кальвинизм получил свое название от имени Жанна Кальвина, который продолжил реформаторское дело Лютера. Он считал, что судьба человека полностью предопределена Богом. Проблема в том, что политическая борьба повлекла за собою и формирование удобной для германских курфюрстов, собственно говоря, и понятной для населения, более понятной для населения, собственно, протестантской церкви. Собственно, Лютер же предложил очень простую и понятную доктрину оправдания веры. То есть, если человек верует, он уже предназначен ко спасению. Соответственно, Лютер предложил переводить Библию на национальный язык. Собственно, и сам по легенде перевел на немецкий язык, собственно, библейское сочинение, библейское предание, в общем-то, священное писание. То есть, он фактически создает для людей комфортные условия для вероисповедания. Мартин Лютер оказал большое влияние на мировую историю. С уверенностью можно сказать, что он изменил вектор ее развития. Заставил усомниться в мощи католической церкви и стал создателем новой религии протестантизма. Хотя всю жизнь и не переставал причислять себя грешникам. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости.